Приветствую вас, прочитал ваш текст, я полагаю, что мой ответ вам, наверное, чем-то не понравится, прошу заранее извините меня за это. Вот, связано это с тем, что то, что я прочитал, во многом, во-первых, является пересказом каких-то ваших диалогов, точнее, вашего монолога. Вот, и, к сожалению, основным содержанием вашего монолога является претензия. То есть претензии к мужу своему, уже теперь бывшему. Вот, вы можете сказать что-то типа того, что он же сам говорит какие-то вещи, он сам хочет поехать с нами на море. Вот, и как бы то, что я ему говорил, это касается исключительно только каких-то необходимых вещей. Да, я с вами согласен в том, что мотив разговора у вас такой. Это именно мотив разговора у вас такой. Мотивация разговора у вас такая. То есть вы действительно говорите о важных вещах. Вопрос заключается не в том, по поводу чего вы говорите. Вопрос заключается в том, как вы говорите. А говорите вы с обвинениями, говорите вы с требованиями, говорите вы с претензиями. А это на самом деле вызывает чувство давления. Давление достаточно серьезного, достаточно сильного давления. Ну вот, со стороны, ну, с вашей стороны на мужа. И поскольку за все время вашей жизни вы не могли понять, что муж сейчас человек, человек, который достаточно неуверенно выражает свои чувства, неуверенно выражает свои желания, неуверенно выражает свои эмоции, вы не могли этого не понять. Вот, то мне думается, что вы не можете не знать и того, что его, как бы, возможная инициатива выразить что-то вам, она оказывается погребенной под ваш напор, да, потому что то, что вы делаете, это повредит такие вот претензии. Я даже через текст чувствую, что вы давите на него. Вот. Это такой момент. То есть, если вы хотите что-то выразить, допустим, своему мужу, вот, если вам хочется что-то выразить своему мужу, то есть, для этого не нужно использовать личные сообщения, да, то есть, сообщения типа «ты», «должен», «мама» и так далее. Гораздо лучше, если вы будете использовать «я» сообщения. Что я чувствовал себя, там, например, брошенной, я чувствовал себя, например, ненужной, я чувствовал себя одинокой и так далее, допустим. Про причины, да, мы сейчас пока не говорим, но будет лучше, если вы, если вы, выражая свои какие-то чувства, если вы выражая свою позицию, будете использовать только «я» сообщения. Потому что этот диалог, который вы мне прислали, он напоминает претензии. Напоминает претензии, он очень сильный, к сожалению. Вот. Это то, что я вам могу сказать совершенно точно. Совершенно точно и совершенно определённо. Вот. Это первое. Второе. То, что вам с ребёнком нужно поговорить вместе, пока папа ещё здесь. Я, по-моему, вам давал такую рекомендацию, что вам нужно с ребёнком поговорить и рассказать ему, как обстоят дела. Мама и папа, несмотря на то, что они вместе, они больше не живут вместе и так далее. То есть, у меня возникло такое ощущение, что ребёнок вообще не в курсе того, что происходит. Не в курсе того, что вы разменитесь, не в курсе того, что вы съезжаете. Ну, вообще, вы сегодня в курсе. Вот. Я могу ошибаться, но для него это будет травмирующе. И особенно для него это будет травмирующе, если вы уедете, например, без отца. То есть, ребёнок не захочет уехать, уезжать куда-либо без отца, да. Вот. Поэтому, если вы действительно не хотите настраивать своего ребёнка против себя, да, то лучше вам, конечно, сейчас, пока отец все дома, сесть вместе и поговорить. Объяснить ему ситуацию, рассказать, как вообще остать дела. Да, это будет неприятно, это будет больно для него, но, по крайней мере, это будет позиция. По крайней мере, это будет позиция, по крайней мере, это будет точка, это будет уже что-то, и ребёнок, по крайней мере, будет уже знать, что вообще происходит. Вот. Потому что, пока что, пока что, вот, на данный момент, ну, ситуация, на самом деле, выглядит очень, очень негативно, именно для ребёнка. Вот. Значит, то, что, по поводу предложений, да, здесь, мне кажется, ну, вот, когда вы, озвучивали проблемы, да, связанные с, вашими трудностями, вот, когда вы озвучивали проблемы, которые, ну, вот, у вас появились, да, Алексеев вы озвучивали, мне, эм, кажется, что вы играли в игру, ну, вот, в психологическую игру, которую можно назвать, э, дано. То есть, вы, знаете заранее, что Алексей вам, скорее всего, ничего удовлетворительного не предложит, ну, в этой ситуации. Ну, потому что, зная его, я, я уверен, я уверен, вы в курсе того, что он вам, ну, ничего не предложит. Вот. Вот. Зная этого, все равно, э, э, что-то, э, э, бродить, то чего-то ждете от Алексея, от Алексея. Вот. Вы, как бы, ждете от него, какого-то, какой-то помощи, хотя, при этом, мне кажется, что реально никакого предложения, которое, 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 которое бы он мог вам озвучить, да, он сделать не может, просто потому что, такого нет. Вот. Нет такого предложения, которое мы будем озвучить вам. И которое бы вы приняли. Вот. То есть, как бы здесь, вот, вы не играли все-таки в эту игру, в эту психологическую игру, да, ну, если вы действительно играете в эту, в эту игру, то есть, если вы, ну, если действительно такая игра имеет место быть, то, на мой взгляд, э, лучше будет, если вы все-таки найдете в себе силы, честно в этом в себе признаться и переченьте в эту игру играть, да. Вот. Следующий момент, да, то есть, про психологическую игру дано, вы можете в интернете почитать, а, чтобы, ну, чтобы, сориентироваться, эта игра или, может быть, какая-то другая игра, то есть, как бы, ну, я думаю, что это, я думаю, что в эту игру выиграете, я думаю. Ну, это, опять же, мое мнение, тут, как бы, я могу ошибаться, но пока вот, исходя из того, что вы написали, можно сделать именно такое предположение. Дальше. А, значит, следующий момент. То, что вы от своего мужа, бывшего, бывшего уже, что-то ждете, что-то. То есть, у вас все равно есть от него ожидания. У вас все равно есть от него обида. Обида – это полагание, что он вам что-то должен, несмотря ни на что. Так же, как есть обида на маму, и есть понимание того, что и мама вам тоже что-то должна. Хотя, на самом деле, это не так, она вам ничего не должна. Вот я предлагаю вам посмотреть на то, что конкретно вам должны, что конкретно должны вам люди. Что конкретно должен вам ваш муж, допустим. Что конкретно должна вам его мать. Что вы считаете, именно она должна. Я не поверю вам, если вы скажете, что ничего не должен вам ни муж, ни она. Мы оба с вами знаем, я надеюсь, что вы считаете, что она должна. И вам отравляет жизнь именно то, что вы считаете, что она вам должна. От этого у вас обиды на муж, от этого у вас постоянное давление на него и так далее. Я понимаю, что вам пришлось нелегко, я понимаю, что вам пришлось тяжело, я понимаю, что вам было действительно трудно воспитывать ребенка и будет трудно еще. Я это понимаю. Но, будет еще тяжелее, если вы не перестанете считать, что ваш муж что-то должен вам и вашему ребенку. Кроме того, что он обязан делать по решению суда, ваш муж больше ничего не должен. И лучше для вас, так же для вашего ребенка будет, если вы отказываетесь от этой идеи, если вы отказываетесь от ожидания, если вы будете принять своего мужа таким, как он есть. Он не идеален, но такой, как он есть. Для вас и для вашего ребенка будет лучше. Как это будет лучше? В рамках, например, возможного суда, который может быть, хотя, если честно, я не думаю, что это будет. Но это по поводу ваших следующих вопросов, которые вы задаете. Но, тем не менее, если это все случится, то для вас это будет лучше. Самое что, ничего хорошего, потому что вы копите обиды на, собственно, своего мужа нет. Вот, значит, так, я рассказал вам по поводу этого, по поводу, значит, разговоров тоже сказал. Так, ну, хорошо, давайте мы пройдемся немножко по тексту, да, чтобы я не упустил какие-то детали. Значит, так, до приезда Леша разговаривала, она спрашивала про папу, сказал, что хочет жить. Мы жили все вместе. Вот разговор все-таки лучше проводиться все вместе. Значит, по поводу того, что Ксюша реагировала достаточно позитивно на то, что папа приедет, это история понятная. Вот. Тут, опять же, просто то, что Ксюша, она не понимает, что происходит, у нее нет понимания того, что происходит. Вот, и, соответственно, она ведет себя так. Вот. То есть, она ведет себя так с образом, как будто, ну, у вас все хорошо. То есть, вы ее не посвятили до конца, вы ее не посвятили, не посвятили в детали. Вот. Вот. Тут, как бы, нужно поговорить. Ребята, дети, они хорошо понимают смысл, они хорошо понимают правду, они не понимают какие-то нюансы, но, правда, они хорошо понимают, поэтому, ну, оправдание, что она маленькая, ну, если, как бы, не надо было. Если ребенку умеет говорить, то говорить, если он понимает какие-то базовые вещи, и она понимает то, что, ну, вполне может понять. Более того, в этом возрасте она легче просто адаптироваться к тому, что произошло. Если это произойдет относительно спокойно. Мне кажется, что вы, как раз таки, те самые люди, которые имеют все шансы спокойно, спокойно, ну, спокойно развестись. Вот. Спокойно какие-то проблемы решать. Вот. Я не говорю о том, что это хорошо, не говорю о том, что то, что происходит, это здорово, но, тем не менее. Вот. Надеюсь, что вы со мной будете солидарны. Дальше, значит, по поводу того, что он всплакнул. Всплакнул. Отчасти я сейчас отвечу вам на вопрос, который вы задаете в конце своего текста. Вот. Но я не думаю, что это что-то плохое. Вот. Поэтому, поэтому, я отчасти дам ответ. Смотрите. Ваш муж, он, я, по-моему, об этом опять же уже говорил, Алексей, он человек такой, достаточно, как мне показалось, свободолюбивый. И его свободолюбие, оно, собственно, и проявляется в том, что он хочет летать. Ну, все, он хочет летать, как бы. Вот. Поэтому, поэтому, ему нужна семья, но семья для него, значит, не тот самый, что для нас. Вы для него слишком осёдлый, как, возможно, абузой для него, или для него является ребёнок на постоянной основе. Это слишком, слишком свободолюбивый человек. Человек, мне так говорят. Свободолюбивый, причём, в духовном смысле слова, а не в том смысле слова, что он самостоятельно принимает решение. Вот. Решение, как раз таки, он, к сожалению, самостоятельно не принимает. Вот. Что является, как сказать, печальной, печальной реальностью. Реальностью. Вот. И слёзы его связаны с тем, что он искренне любит вашу дочь. Мне кажется, что он, эээ, и клава относится, не клава. Просто понимает, что он не может дать вам что-то вы хотите. Вот. А эмоции ему не чудные. Вот он, как бы, эти эмоции проявляет вот таким образом. Вот. Что вас, естественно, не устраивает по ряду причин, к сожалению. Вот. Но это, эээ, роли никакой не играют. По поводу того, что, значит, вы пишете, что у вас болит спина от кровати, что вы будете спать, значит, вы будете ложиться самим с Ксючей, то здесь момент такой, что очень важно, чтобы вы объяснили Ксюче, и чтобы лучше папа объяснил Ксюче, почему это происходит. То есть, почему, эээ, вы будете с ней спать. Вот. А что мне мешает Ксюче спать на, на той кровати, на которой спали вы одна, вместе с папой. Да, ну, как бы, как бы, мне кажется, загадка. Вот. Ну, пусть она поспит один раз, пусть она, как бы, поспит и поспав, эээ, поймет, эээ, что это не очень удобно. Да, она сама, я уверен, ну, не захочет, не захочет, сама она спать, спать, на этой кровати. Ну, по моему мнению, конечно, это чисто только, вот, моё мнение. То есть, то тут очень важно демократично подойти к этому вопросу. Вот. Что касается того, что не стоит подпитывать эту эмоциональную связь, здесь, мне кажется, вы управляете ревность и родительскую позицию. Типа, вот они как дети спят, а я, типа, типа, на ошибке. Вот. Это тоже рэкетное чувство, потому что у неё должна быть связь с отцом. Это очень хорошо, что у неё связь с отцом есть, поэтому ручиться никакому связь не нужно. Вам. А вот возлагать на отца ответственность за организацию и работу со связью, со связью с дочерью, вот это да. Ну, к вам это уже отношение никакого не имеет, как вы, надеюсь, отдаёте себя всё в этом. Так что, с одной стороны, не берёте, не берите на себя слишком много, с другой стороны, не помогайте лёте избегать ответственности за свои действия. Дальше, значит, по поводу, так, приучения, значит, так, по поводу первого разговора. Я вам сказал, да, тут вначале, что эта игра похожа на игру в дано, психологическая игра в дано. Ну, ага, значит, вот второй разговор. Он предложил мне купить ноутбук, он хочет забрать с собой. Я сказал, спасибо, забрать, мне покупать не нужно. Я не очень понимаю, почему вы так сказали, особенно если он вам предлагал, как бы, купить ноутбук, да, то, естественно, кажется, опять же, у вас сыграло рекордное чувство. Либо это, не знаю, была гордость, ну, либо это была гордость, может быть, это что-то ещё не гордость, но, может быть, это какое-то другое чувство. Вот, но мне кажется, мне кажется, что так или иначе, отказались от этого абсолютно зря, потому что ноутбук, ноутбук, я уверен, ноутбук вам нужен, вот. А так, ну, просто, как бы, отказка точно по детски звучит. Дальше. Поэтому он показал свои водительские права, которые получил недавно, и сказал, что теперь ему на снегкалился. Не очень понятен смысл этого, да, то есть, я спросил, куда ты будешь ездить, куда ты будешь на машине ездить. Опять же, вот вы говорите, что, типа, мы развелись, да, больше он, типа, ну, типа, не имеет на нас прав, да. Вот, я его, там, соответственно, не, ну, не пускаю, я его не пускаю, там, допустим, к себе, ну, там, с собой, допустим, в отпуск, там, и так далее, да. Ну, вот, на море, точнее. Но, в этом случае, для меня непонятно, блин, почему вы спрашиваете его, куда он будет ездить на машине. Не все ли равно вам, в таком случае, что здесь, мне кажется, есть противоречие, вы противоречите здесь сами себе. Вот, ну, опять же, мне так видят эта ситуация. Дальше, так, я спросил, все нормально у тебя там, ты привык, что резко приезжаешь к ребенку. Да, по разному настроению стал привык, как раз, приезжать делать. Вот, для чего вы это спрашиваете, тоже очень интересный момент. Он сказал, он собирается летать до пенсии, на их предпосылке. Так, это понятно, потом он собирается либо устроиться в гражданскую авиацию, либо в охрану. Ну, я у него, конечно, знал, как в свою личную жизнь, может быть, познакомился вообще с какой-то женщиной. Опять же, непонятно, зачем, да, то есть, довольно странно, было бы, если бы он сказал, да, значит, я познакомился с другой женщиной, сплю с ней и так далее. Ну, это странный вопрос, и мне не очень понятно, что вообще вы ждете от него в этом плане. Дальше, значит, в другой день стал разговор про маму, я спросил, как там она. Вы знаете, в свете того, что вы рассказали про неё, вообще, ну, в свете того, что вы описали, вопрос про маму очень странный. То есть, опять же, такое ощущение, что здесь вы пытаетесь какие-то свои чувства и желания выразить, но какие, непонятно. Что вы хотите, непонятно. Маме вы его, вы его, эээ, эээ, совершенно очевидно не симпатизируете. Я вас в этом не виню, но, зачем тогда спрашивать. Про соизвежливостью? Для чего? Какая цель? Вот именно у вас. Вот именно этого разговора. Дальше, так, по-прежнему, у меня есть желание переехать и зараз кипно продать дом, но пока нет покупателей. Неизвестно, когда он его продаст, и не факт, что продаст, когда он вообще, если бы он продавался, можно было добавить денег, купить и квартиру в пензии, или подсеку в электростали. Кстати, в электростали я, честно, не рекомендую, там очень грязный воздух. Маме, я плохо одной, и она хочет прибраться поближе к родственникам. Но опять же, что значит, плохо одной, да, то есть, как бы, через какой-то, получается, нечем себя занять, да, то есть, это отдельный момент. Дальше, я спросил, что с меня она болеет, ей нужен уход, помощь, вот опять же, да, задает впечатление, что вы о ней забудете, либо наоборот, так будет с наездом вопрос. Он сказал, что она здоровая, ходит в бассейн, работает просто и, там, с него одиноко-плохо, я ему сказал, мама об этом говорит уже давно, еще до твоего отъезда, она начала отъезда, я тебе говорю, ты думаешь, куда ее лучше, поеку в пензии электростали, я сказал, что ты от нас проезжаешь, я передал, дай бог, ему удачи, вывести, что она отрадует в веке, слаживаясь на то, что сын весь день на работе, ей там ничего делать. Вот для чего этот кусок текста, если честно, я не понял. Ну, вы просто передали разговор, а смысл как бы. Потом, когда посмотришь о разводе, ты просил ее переехать в электростали, действительно, она мне так и сказала, что ты ее просунешь, сейчас не может. Потом она мне написала, я хочу приехать в лестницу в квартиру, вы мне не мешаете, я вам. Опять же, как бы, ну, вы передаете своему мужу диалог вашей маме, зачем, для чего, непонятно. Потом она моей маме говорила, что хочет приехать в ту квартиру, но тут Ксюша с Леной, квартира одна комнатная. Тема закончилась тем, что я ответил, что я буду планировать приехать к своей маме в следующем году. Я из этих разговоров делаю вывод, что меня с ребенком считают препятствием для реализации желания мамы жить в этой квартире, и твоего желания легче привезти ее сюда. Мама, она к нам жить не хотела. Ну, вот здесь, собственно, начинается ваша родительская позиция. На мой взгляд, позиция абсолютно деструктивная, потому что кто там что хотел, кто там что хотела ваша, условно говоря, свекровь, да, ну, не знаю, по большому счету это все как-то, знаете, разницы как бы для вас особой вообще не имеет. Для чего вы все это говорите, для чего вы все это переживаете, тоже непонятно. То есть вы решили, что вы препятствие, ну, допустим, допустим, вы препятствие, окей, хорошо, возможно, вы препятствие, пусть так. Но, да, если вы препятствие, то не ваша ответственность, как вы верно заметили, чуть позже по другому вопросу. Так почему вас это волнует? Почему это вообще стало предметом вашего разговора с мужем? Зачем об этом всем говорить? Кроме как свою обиженную в некоторой степени позицию, кроме как свою обиженную позицию, да, обиженную и такую вот родительскую, что там, к вам неправильно относятся, вы больше ничего не демонстрируете. И уж точно вы не настраиваете, как бы, ну, не настраиваете в свою пользу мужа, как бы, ну, своего мужа, да, по отношению к вам. То есть, как бы, ну, вот смысл, смысл того, что вы его пишете, смысл для меня, если честно, не ясно, абсолютно, абсолютно не ясно. То есть, вам смысл нужно говорить про что угодно, только не про это, вот не про маму, понимаете, как бы. Ну, на мой, по крайней мере, взгляд, вот, по моему мнению, да, не про это вам, ну, отговаривать смысл, смысл абсолютно не про это. Вот. Ну, так, мне, по крайней мере, так это видят ситуацию. Вот. Дальше, дальше, эээ, так, сама мама с нами жить не хотела, если бы она хотела, у нее была бы возможность приехать и дожить, когда ты только собирался и езжать. Ну, вот опять, здесь вы, если вы решаете, эээ, за других, то здесь вы, вообще, начинаете уже ответственность брать за других людей. То есть, как бы, абсолютно деструктивная позиция. Вот, если бы она была бы не она, ну, короче, здесь вы решаете за других людей, все, тут вы потерялись. Она не хочет, вот опять, это все ваши, абсолютно, в данном случае, бесполезные умозаключения и переживания по поводу других людей, вообще. В таком случае, я не хочу жить, понимаю ее отношения, да, то есть, это, по сути, глухой телефон. То есть, никакого разговора прямого сна не было, разговора про часа не было, как она относится к вам, вы не знаете. И самое главное, считайте, что она должна относиться к вам хорошо. Почему она должна относиться к вам хорошо? Непонятно. То есть, тут все, это вот кусок текста про маму, это деструкция, вот, это, понятно, ваши переживания, но это ваши переживания, не имеющие вообще никакого отношения к вам, самой, в принципе. И, как бы, тонкость, тонкость вся здесь в том, что, ну, вот вы сказали, да, вроде как вы переживаете, да, то есть, понятно, что вы переживаете, понятно, что вам не очень хорошо. Ну, так, что дальше? Ну, вы, по сути, получили только, вот, негатив, да, какой-то, вот, получается, вы получили какой-то негатив. И все, получается, просто какой-то негатив. А дальше? Да. Поэтому, вот, эм, тонкость вся в том, чтобы не говорить, как раз, не говорить, как раз, о других людях, а говорить только особо. Дальше, тебя никто не выгоняет, это дело, и не задерживают, а должны задерживать, да, то есть, вот, а как, а должны задерживать по вас? Я бы, конечно, никто не смог бы выгнать юридически, вот, опять, вы начинаете, как бы, давить, да, то есть, ставить себя выше, я бы никуда не ушла, вот, то есть, тут вы играете мужику, ну, компенсируете свою неверную себе. В избежание перекладывание на меня ответственности за то, что, не дай бог, что-то с мамой случилось бы, пока мы тут являемся отребежными, да, то есть, вот, вы сами что-то решили, сами иногда опирают нас. То есть, это вот очень деструктивная позиция. Я потом рискую отдастся в этом виноватой для вас. Нет, вы поймите, виноваты вы можете посчитать только себя, никто из людей вас виноватой сделать не может, не может, вот, в принципе. Ага, так, мне это не нужно, если там плохо, ирония есть оргазм, я так понимаю, пусть мама живёт где хочет. Я приняла решение, если женщина сообщила об этом маме. Почему, почему, почему сообщила об этом маме? Опять же, если есть вы, если есть вы, если это ваше решение. Почему о вашем решении должен сообщать кто-то другой? Знаете, какая штука? То есть, вот, проблема заключается там в том, что ответственность вы берёте, гиперответственность вы имеете на других людей, даже если считаете, что вы делаете это по своих интернетах, то всё равно это ответственность других людей, вот. Но в чем надо, вы за себя ответственности несет. В чем надо, вы ответственности не берёте на себя. Проблема ли эта? Да, очень большая проблема, потому что это, ну, как бы, вот, к сожалению, это, как бы, так сказать, это, к сожалению, характеризует вас исключительно как ну, конфликтного человека, понимаете, вот, это характеризует вас как очень конфликтного человека и делает вас менее привлекательным, менее привлекательной для, собственно, общения, для общения с вами, вот, это снижает мотивацию с вами взаимодействовать, к сожалению. Так, если у меня возникнет какие-то проблемы с телем, я с ребенком вернусь на эту же почту. Опять же, вы, знаете, вот, вы как будто бы расписываете собственные слабости. Вы говорите, ребенок здесь пропитен, я имею право с ним проживать. Позиция? Сука! Позиция? Позиция? Великолепная позиция на самом деле. Ну, правильно? Ну, правильно, все, говорите вы. Так все и есть. Так зачем тогда, если вы, вот, озвучили уже свою позицию, да? Вот. Зачем тогда как бы подтверждать ее? Что? Типа, что, ну, что мы, я вернусь? Это не что, я вернусь. Вот. Для чего это, ну, вас? Вот это очень важный момент. Это очень важный момент. Потому что вас этот момент характеризует исключительно как неуверенный особенный человек. Вот. И всерьез вас воспринимать после вот такой позиции достаточно тяжело, потому что вы взяли и обесценили все, что вы, по сути, вот, сказали до этого. Ну, вот тут все. Дальше. Он сказал, хорошо, я поговорю с мамой, чтобы она нашла человека, который будет в ее доме до продажи. Так, если у меня води... Так, потом за домом нужен присмотр. А, я у него спросил, а если сам ты будешь, сам ты где будешь жить после того, как вернешься с пенсии, здесь мама сказала, что... Вот опять же, да, момент какой. Для чего вы интересуетесь? Ну, как бы этим, да, вот. Ну, зачем, да? Вот. Ну, как бы... Ну, зачем? В универстрации летом. Для чего? Ну, вот. Понимаете? Какая штука? Вот, ну, вам. Зачем? Вот это. Дальше. Так, значит, он сказал, где будет жить мама, он возьмет ипотеку, еще квартиру, с мамой там говорят, не бороться, 34 дня уже прошло. Опять же, да, это, ну, к вопросу об ответственности, как бы. Вот. Я сама сообщил ей о том, что мы будем, да? Правильно дело. Бросила меня, где-то брала решение суда, куда ходил с ним, я ему ответил, я ходил в суд, потом ответил в суд. Так. Так, я бы поехал... Далее Лёш говорит, что поехал бы с вами на море, меня это удивило и ввело в непонимание, я ему, значит, эм... Значит, эм... Я ему, эм... Сказала, что ты слушал, что я говорил и читал, что я писал ранее. Эм... Все верно, только вот он здесь немножко про другое. Вот, он немножко здесь про другое, он не про, эм... Ну, как бы, он не про то, что вы говорили ранее, а он немножко, эм... про другие вещи, он все-таки больше про, эм... Свои дела говорит. Вот. Эм... Как бы, и... Всё. То есть он просто вырезал вам свои чувства. Вы своим монологом его чувства, к сожалению, эм... Значит... Ну... Эм... Ещё больше вгоняете в эм... В какой-то вот негатив. То есть вы даёте ему понять, что если он выражает чувства, он получает такую огромную отповедь. О том, что он должен сделать, и так далее, и так далее. То есть это вот, по сути, обида, да? Вот. Тут вот очень важно вспомнить про ясообщение. То есть у вас тут чуть ли не два... эм... Две страницы. Ну, я эм... Немножко в другом эм... Шрифте смотреть, да? Вот. Вот. Ага. Чуть ли не две страницы. У нас с текстов текста про то, как вот он, ну, как он... Что он должен был делать. Вот. Вам нужно обязательно поговорить с эм... Ну, как бы... Вместе... Вам нужно обязательно поговорить с Ксюшей... Вместе. Вот. Так. Дальше. В чём причина, что мужчины так вот начинают, женщины относятся к семье? Причина в том, что семья нужна для определённых целей. Мужчина должна чувствовать себя комфортно, чувствовать себя хорошо. А к женщине, к женщине, чувств нет, чувств нет. Нет ощущения, что женщина, ну, как бы она понимает, что есть что-то общее. Вот, действительно, мало достаточно общего. Такое общебывалось, что жена и семья нужны. Я не думаю, что ли очень не нужна семья, просто... Проблема в том, что семья не может ему дать то, что ему нужно. Пока он не понимает, что семья не может этого дать. Ага. Почему он так возлагает какие-то надежные, годы вот обновления, совместное предложение, слёзы у него бывают? Причём он ничего для этого не делает, не меняет даже. Говорит, а потому что он понимает, что он ничего не изменится, как бы, что не изменится вы, что вы, в принципе, будете, ну, как бы, такой, что вы, ну, что вы не будете какой-то вот другой, да? Ну, вот. Ага. 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 Что вы... Ага. Ага. Он понимает, что вы не изменитесь. И поэтому, да, ему хочется чего-то, но реального... реальных вариантов реализовать это он не может. У меня есть предположения, что потом в будущем он осознаёт, что она снова неправильно...эээээ, что он снова... У меня нет предположения, что потом в будущем он осознает, что снова неправильно расставил приоритеты. Здесь вы опять вовлекаетесь в ответственность именно его, игнорируя свою. Дальше. Это осознание будет, когда наступит пенсия, он приключится на ребенка. Ну и пусть. Что касается забрать, он не заберет, подробнее изучить этот вопрос, он не сможет забрать ребенка. И мнение ребенка, оно учитывается, конечно, но не является отличающим, насколько я знаю. Опять же, подробнее изучить этот юридический вопрос, да, но вы боитесь зря. Ну вот ваш страх, ваш страх, ваш страх, что ребенок он у вас заберет. Нужно разобрать, почему вы боитесь, что у вас заберет ребенка, с чем это связано. Вот если, допустим, ребенка я заберу, то только при твердой уверенности, что ему будет хорошо, что он будет счастлив. Ну вот такая вот история. На мой, по крайней мере, взгляд, так что определитесь со своим чувством, да, и, соответственно, ну, что с этим чувством делать вам станет ясно. Что вы Ксюши любите, я так, ну, если вы хотите что-то через Ксюши получить для себя, что-то другое, вот это все. Ага, как мне поднимать в эту ситуацию, опять же, чтобы что, цель какая? Чтобы не вести конкуренцию за ребенка, просто будьте с ней с собой, давайте ей все, что вы можете, и все, вот это то, что вы можете сделать. Бодаясь, как бы, своим мужем, там, обвиняя его, вы ведете конкуренцию. Ситуация с диваном, это тоже конкуренция. Я понимаю, что вам больно, но то, как вы это преподносите, это тоже конкуренция. Вот. То есть, вы боитесь, что вас ее заберут, ксюши, это тоже определенная конкуренция. Да, в теории могут забрать, но только если ей там реально будет лучше, если вы ее любите, вы с этим смиритесь, вы не потеряете дольше в этой виде. То есть, вы ведете конкуренцию, просто ребенок дал нас это что-то личное, и вот это нужно отделить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.